Малярные кисти, швабры и веники вместо указок книг и тетради. Так начались трудовые будни учителей средней школы Берлик Махтаральского района Южно-Казахстанской области. В стенах родной школы им приходится работать в составе ремонтных бригад, причем за свои деньги. Директор школы не отрицает, что просил учителей поработать на благо учебного заведения, но это, по его словам, вынужденная мера, так как выделенных на эти цели 47 миллионов тенге катастрофически не хватает. Времени подготовиться к учебному году у учителей сельской школы Берлик практически нет. Вместо того, чтобы студировать методические пособия и знакомиться с новшествами в педагогике, они осваивают рабочие специальности, штукатурят стены и красят парты. Преподаватели утверждают, что в самый разгар жары по распоряжению администрации школы они занимались ремонтом классов, причем за свой счет. Мало того, что начальник нас здесь материт, оскорбляет, угрожает. Мы еще в 45-градусную жару чистим дворы, делаем всю черную работу. Как мы будем защищать и давать образование детям, когда мы сами не можем защитить свои права? Наши права топчут. Просьбу в стиле приказа очистить территорию школы от сорняков и сухостоя озвучил директор школы. Однако молчаливого согласия на этот раз не дождался. Поэтому на всех, кто попытался возразить, обрушился шквал недогований со стороны завхоза, контролирующего процесс переведения школы в надлежащий вид. Как стало известно, за 35 лет впервые на ремонт школы из государственной казны выделили деньги. Этой суммы 47 миллионов тенге хватило лишь на реконструкцию котельной и замену окон, жалуется директор, а по-иному распорядиться бюджетными деньгами он не мог. Да, я согласен, денег не хватило. Мы могли бы все покрасить и побелить, но тогда бы остались старые окна, которые бы пропускали ветер. Или мы могли бы выровнять все стены и заново заштукатурить, но тогда бы в классах было холодно, ведь котельная уже старая. Руководитель учебного заведения заверил, несмотря на отставание от графика ремонта, к началу учебного года здание будет полностью готово. Учителя же оптимистические планы директора не разделяют. В учебном году школа не готова. С 1 июня уже нам, оказывается, дали фендерское само, они ничего не сделали, кроме окна и батарея. Вообще-то в этой школе эта батарея хорошо работала. Просто в этом году уголь, наверное, им недостаток было, было очень холодно. Мы еле-еле проработали в этой школе. Я сама мерзла и ученикам даже вот так согревала руки. Не то, что я это преподавала, я им согревала руки. Эта батарея очень хорошо была. Я не знаю, почему эта директор школы нам это поменяла. Надо было нам лучше крышу поменять. В общем, по области картинного готовности школ к учебному году далеко не радостная. И в положении школы Махтаральского района находятся многие городские. В этом году из республиканского бюджета на ремонт средних учебных заведений выделили 6 миллионов тенге. По данным проверяющих, санитарных врачей и пожарных инспекторов, к началу учебного года не готовы большинство школ области. Не имеет нарушений лишь 10-я часть учебных заведений. И, как водится, все, что не доделали за лето взрослые, зимой испытывают на себе дети. Александра Ким, Ильдаржон Усканов, Южноказахстанская область.